До начала следующего года Самаре предстоит достроить объекты к чемпионату мира по футболу и привести в порядок дороги местного значения. Средства на это будут. Правительство России предоставило для 63 региона самое большое финансирование по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Миллиард 800 миллионов рублей губернии получат в этом году еще полтора миллиарда в следующем. Самарской области уже удалось значительно обновить дорожную сеть. Строятся мосты и развязки. А то, что городские улицы стали другими, отмечают и жители, и гости города. Теперь выделенные суммы почти втрое больше, чем в предыдущие годы. Эффект будет значительно выше. И более того, мы знаем цифру уже и 2018 года, что это тоже очень важно. Ориентироваться будем на эту сумму. И, конечно, для нас теперь вопрос вопросов. Все правильно организовать и очень качественно все выполнить. В Самаре планируют привести в порядок Волжское и Красноглинское шоссе. Это больше 15 километров. Улицы Венцека и Фрунзе. Участок трассы Самара-Волгоград. За прошлый год уже отремонтировано более 90 дорог. Прорабатываются новые амбициозные проекты. В частности, глава города Олег Фурсов говорит о предстоящей реконструкции заводского шоссе, которое в перспективе может связать три главных моста. Что касается безопасности, даже здесь должен сказать, что у нас 99 проблем участников угол в школу и 88 аварийно-опасных. Мы эту работу ведем. И, безусловно, те матери, которые установлены, они будут выполнены в 2017 году. То есть у нас есть четкое понимание, что нужно делать. Сегодня обсудили и другие темы, актуальные в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу. В частности, аэропорт Курумач после реконструкции станет объектом на уровне столичных. Министр выразил уверенность, что к моменту проведения игр город будет обладать самой современной транспортной системой. Здесь ситуация в Самарском регионе тоже очень позитивная. Несмотря на то, что не все проекты, ну, наверное, это, естественно, идут как по маслу, но в целом мы уверенно смотрим в перспективу 2017 года, завершающего года по подготовке инфраструктуры чемпионату мира. И все необходимые мероприятия, которые вошли в программу чемпионата, их в целом стратегии 31 по всей нашей стране, сомнений нет, они здесь будут реализованы. И таким образом подготовка транспортной инфраструктуры к чемпионату мира в Самаре будет обеспечена на самом высшем уровне. А в итоге все построенные к Мундиалю объекты будут еще долго после чемпионата служить городу и региону, делая его комфортным для проживания и привлекательным для развития экономики и туризма. Олег Зверев, Василий Колдашов, События. Продолжение следует...